Здравствуйте! Сегодня наш круглый стол посвящен здоровью. Где-то называют их шкаликами, где-то перцовками. У нас закрепилось название фанфурики. 64% жителей Чебоксара недавно потребовали немедленно прекратить алкоголизацию населения, чтобы в аптеках города и республики не продавались спиртосодержащие жидкости. Эта проблема встала на первый план и обошла всеобщую боль ЖКХ. Сегодня у нас в гостях люди, эксперты, которые могут прояснить ситуацию с распространением фанфуриков. Возможно, в какой-то степени даже наметить пути решения проблемы алкоголизации. Возможно, найдется новый способ решения этой проблемы. Но в любом случае об этом нужно говорить. У нас сегодня в гостях руководитель Республиканского совета женщин Ольга Зайцева. Ольга Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги Татьяна. У нас в гостях заместитель министра здравоохранения и социального развития Наиля Зенитулина. Наиля Хайриславовна, здравствуйте. Пожалуй, главный эксперт в этой теме, главный нарколог Минздравсоцразвития Ирина Булагина. Регина, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги и уважаемые жители нашей Чувашской Республики. Мы сегодня также пригласили депутата Государственного совета Чувашской Республики Николая Николаева. Николай Станиславович, здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Рад всех приветствовать за этим круглым столом. Пожалуй, за все аптечные сети сегодня будет у нас отвечать Любовь Коныгина, Любовь Северна, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть всех вас за этим круглым столом. Еще один гость сегодня в студии. Начальник отделения отдела участковых уполномоченных МВД России Почуваш Александр Золотов. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. То, что одни используют в качестве антисептика для наружного применения, другие не гнушаются употреблять внутрь в качестве горячительного. Следы применения вот таких средств не по назначению можно найти в нескольких метрах от аптеки. Основная причина популярности спиртовых настойок антисептиков цена. Обойдется бутылек всего в пару десятков рублей. То, что употребление такой продукции внутрь не лечит и калечит, конечно, знают все. Однако официально, вне закона так называемые фанфурики никто не объявлял. Соответственно, аптеки, которые продают их в любых количествах, ничего не нарушают. Конечно, есть те, кто завязал с продажей подобной продукции, к примеру, государственные аптеки. Однако пока это скорее исключение. Ну, то, что вы назвали фанфурики, это далеко не лекарственные препараты, может быть, потому что они не зарегистрированы как лекарственные, а относятся к категории биологически активных добавок. Наша аптечная сеть все-таки несет и социальную ответственность. Мы относимся к системе здравоохранения. Поэтому мы приняли решение их не реализовывать через наши аптечные организации. Те спиртосодержащие средства, которые к лекарствам относятся и которые населению прописывают врачи, в данной аптечной сети все же продают. Только в объеме 25 миллилитров, а не 100. И брать их в качестве выпивки попросту становится дорого. Ну а тем, кто привык в большом объеме покупать обеззараживающее средство, предложат аналоги. Для гигиенических целей, для дезинфекции рук у нас используются другие лекарственные средства. И изделия меднозначения. Те же самые салфетки, гели, и спиртовые салфеточки имеются. Разные средства. Выбор очень большой. Кстати, судя по всему, найти дешевые спиртосодержащие настойки можно не только на прилавках аптек. По Почте России тоже интересно. Почтальонные оказывают определенный сервис по доставке этих фанфуриков. Я сейчас тоже сказал, перед аудиторией тоже хочу сказать, покупают где-то на базах по 8 рублей, продают за 25-30 рублей. 100 грамм емкости. И по просьбе наших жителей деревян достают до дома. Это есть и в городе. На Почте, в свою очередь, отметили ничем подобным, включая дешевые одеколоны, прочую парфюмерию, которую можно выпить уже два года, как не торгуют. Чувашский филиал Почты России это единственная организация в республике, которая сразу откликнулась на обращение руководства республики, общественности, проявила свою гражданскую позицию и еще в 2012 году полностью прекратила реализацию товаров подобной группы. Я вот сейчас и хочу обратиться ко всем жителям республики. Если вы знаете о несанкционированных фактах, когда почтальоны либо в отделениях почтовой связи занимаются продажами вот подобного рода товаров, немедленно нам об этом сообщать на телефон горячей линии 63-62-12 наш номер. Конечно, пить или не пить, каждый решает сам. Но пока немалая доля россиян выбирает пить, государству приходится реагировать разными способами. Например, ужесточением антиалкогольного законодательства. Ну, мы уже говорили о том, что 64% жителей Чебоксары, только города Чебоксары призвали прекратить продавать спиртосодержащие жидкости или, как в народе говорят, фанфурики. Но, Илья Хариславовна, насколько это реально и насколько действительно алкоголизация населения имеет большие проценты? Ну, я хочу сказать, что алкоголизация населения это достаточно серьезная проблема, поскольку алкоголь, он в первую очередь поражает у нас нервные клетки, это головной мозг, и влияет как на поведение человека в социуме, и от этого страдают и люди окружающие человека, которые потребляют алкоголь. Также алкоголь, он приводит к ряду очень тяжелых последствий, такие как алкоголь ассоциированные заболевания. У нас на сегодня диагностируется цирроз печени у достаточно молодого населения, и смертность, вот обусловленная именно циррозом печени, алкоголь ассоциированным, вот сегодня, как бы выступает на достаточно серьезный план, и нам уже необходимо что-то с этим делать, для того, чтобы не потерять наше трудоспособное население. Говоря конкретно об алкоголизме, об алкоголизации населения, ну, можно сказать, что да, у нас в республике наметились положительные тенденции к снижению первичной заболеваемости алкоголизма. У нас на 0,3% снизилась первичная заболеваемость алкоголизмом. Также хотелось бы отметить, что снизились и отравления алкогольной продукции на 15%, это достаточно существенный процент. Но при этом по общей заболеваемости вот население Чувашской республики, оно все же по общей заболеваемости алкоголизмом этот показатель выступает больше, чем в среднем по Российской Федерации, по Приволжскому федеральному округу. И поэтому эта проблема очень актуальна для Чувашской республики. И нам необходимо ее решать. Но силами одного министерства, силами Министерства здравоохранения только эту проблему, конечно же, не решишь. Поэтому нам нужен межведомственный подход. И очень хорошо, что мы сегодня вот собрались за таким круглым столом с приглашением и общественной организации, и представителей депутатского корпуса, и с представителями силовых структур. И мы можем уже в открытую донести до населения, что у нас в республике есть как бы политическое понимание этой проблемы, что мы видим, что творится как бы со здоровьем нашего населения, и что это стало такой вот общественной проблемой. Ирина Евгеньевна, говорим фанфурики, но давайте для тех, кто еще не совсем хорошо знает, какой вред они наносят здоровью человека. Когда мы говорим вообще о потреблении алкоголя, мы четко должны понимать, уважаемые жители нашей республики, во-первых, какой бы алкоголь не был, он оказывает непосредственное влияние на ухудшение качества жизни не только того человека, который потребляет этот алкоголь, но и формирует привычку ритуал потреблять алкоголь детьми. То есть как бы из поколения в поколение дети подражают родителям, недаром говорят, что дети это увеличительная линза пороков своих родителей. И что страшно, страшно то, что сегодня по социологическим опросам, по методикам психологического тестирования наши подростки, что такое хорошо и что такое плохо, дифференцируют неправильно. И человек, который потребляет алкоголь, это норма, а человек, который трезвенник, сегодня у нас в обществе воспринимается как белая ворона. И вот сегодня за этим круглым столом мы должны как раз принять эту позицию, что человек, который отказался от алкоголя, который в своей семье отказывается от ритуального его потребления, является нормой в нашем обществе. А когда мы говорим о фанфуриках, мы должны понимать, что это проблема не только того человека, который потребляет, но и ложится тяжким медико-социальным временем на все наше население. Потому что все так называемые фанфурики содержат не только C2H5OH, то бишь спирт, а дополнительные различные компоненты, которые оказывают токсическое действие. Вот уже Нелия Хриславовна сказала о том, что цифры это одно. Когда мы оперируем цифрами наркологической службы, это те люди, которые обратились за помощью либо сами, либо их доставили скорой помощью, потому что уже шило в мешке не утаишь. А вот тогда, когда мы ждем скорую помощь и у нас умирает близкий человек, вот эта скорая как раз оказывает помощь лицам, которые сами нарушили свое здоровье и в результате на них тратится столько денег для того, чтобы восстановить их ресурс. Поэтому это и отравление, это и инсульты. И самое страшное, мы смотрим передачи, когда человек остался без памяти и без имени. Это возникновение интоксикационных психозов, которые возникают не у зависимых алкоголем людей, а вот он впервые попробовал и, извините, после того, когда мы его реанимировали, в токсикологии его прокапали, он стал бременем на наших плечах, потому что он ничего не помнит. Вот что самое страшное в этих фанфуриках. Поэтому алкоголь в любом случае потребление это ущерб своему качеству жизни, а употребление фальсифицированного алкоголя фанфуриков приводит к резкому ухудшению здоровья и ложится на всех нас. Поэтому сегодня наша гражданская позиция должна быть четко у каждого, начиная с детства, давать установку. Пить сегодня не модно. То есть получается в тот момент, когда умирает, грубо говоря, от инфаркта, скорая помощь отвлекается на другого. Конечно, особенно это тяжко отражается в празднике. Вот мы ежемесячно готовим отчеты, сколько обслужено пьяных. Это 4200, это 2600, а в празднике дни. То есть практически сегодня скорая помощь работает на редукцию тех последствий, которые возникают вследствие веселого праздника. Ну, здесь, наверное, не только здоровье страдает во время праздников и бытовые преступления на почве алкоголизма и пьянства тоже, наверное, есть такая статистика, да? Да, такая статистика, к сожалению, она есть, она ведется. Как вот, исходя из статистических данных, преступления, такие как убийства, к сожалению, практически все совершаются на почве пьянства. Все совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Также побои, легкий вред здоровью, это муж избил жену, сожитель сожительницу, ну, как правило, все семейные, они все совершают состояние алкогольного опьянения. Выпили, что-то не поделили, подрались? Да, денег не дали, старые обиды, ну, различные бытовые причины. Ну, потребители фанфуриков, это ваши клиенты? Ну, как правило. Вы всех в лицо должны знать, наверное. Я лично нет. Но ваши участковые? Да, все, я думаю, знают их, особенно участковые, сотрудники наружных служб, кто, как правило, патрулирует маршруты, на участках, они, естественно, всех знают. Ну, действительно, заходишь порой в аптеку, и, ну, просто вот обидно становится, да, просишь жидкость для того, чтобы сделать уколы, дают салфетки, ничего не имея против, наоборот, думаю, наверное, даже так и удобнее будет, да. Следом стоит мужчина, легко идентифицируется, что он именно потребитель, и аптекарь из-под полы там две дает денежку, там 40 рублей дает ей, раз, две достают. Любовь Селдовна, это вот почему такое происходит? Вы знаете, я просто хочу сказать несколько слов в защиту своего предприятия и своей государственной аптечной сети. я вас не обвиняю, только об общении. Да, потому что уже в течение практически пяти лет мы минимизировали закуп спиртовых настоек и реализацию их через нашу государственную аптечную сеть, потому что мы считаем, что действительно это просто не оказание лекарственной помощи населению, а именно подавление здоровья или в общем забирают эти фанфорики здоровью населения. Но дело-то в том, что одна государственная аптечная сеть эту проблему решить не сможет. Ее решать нужно всем миром, то есть всей фармообщественности нужно объединиться и решать эту проблему сообща. Сегодня у нас законодательство как бы не дает запрета на реализацию спиртосодержащих растворов. Единственное, идут ограничения, может быть, в количественном выражении, не более двух флаконов на руки. Но и полностью исключить эту продукцию из реализации через аптеки тоже нельзя, потому что те настойки, которые там продаются, они зарегистрированы как лекарственное средство. И тем, которым они необходимы, они должны продаваться. Но все зависит от того, кто стоит за первым столом в аптеке, чисто какая гражданская позиция этого фармацевта, и чисто на его совести, значит, и что у него является приоритетным, сохранение здоровья населения или получение прибыли. Действительно ли хорошая прибыль с продажей этих жидкостей, содержащих жидкостей? Все зависит от объемов. Если аптека, частная аптека специализируется на реализации спиртосодержащих настоек, я думаю, что проблема, вернее, прибыль у них неплохая. А если эти настойки отпускаются так, как положено, именно с медицинской целью, то я не думаю, что их объем существенную роль окажет на прибыли аптеки. Допустим, у нас реализация наших спиртовых настоек для населения, тем, кому требуют, составляет меньше 1%. Это очень маленький объем оборота в общем объеме лекарственных средств. И на сегодняшний день я считаю, что необходимо регулировать законодательно отпуск спиртово-содержащих настоек через аптеки. Ведь у нас была в свое время совсем недавно проблема по кодеинсодержащим препаратам, по комбинированным кодеинсодержащим препаратам. Сколько у нас было случаев отравления, когда, значит, эти таблетки использовались не по назначению. Проблему эту решили, буквально решили ее на законодательном уровне, ограничивая отпуск и поставив этот отпуск строго по рецептам, на рецептурный отпуск. И проблема была снята. Я считаю, что если у нас не будет законодательно принят документ об ограничении реализации спиртово-содержащих настоек, это проблема. Долго еще будет нас, так сказать, волновать. на законодательном уровне что можно сделать? Я так понимаю, что несколько раз обращались и в правительство России, и в Госдуму. У нас такое фанфуриковое лобби есть в России, которое не дает принять такой закон. Ну, знаете, действительно, вот та ситуация, которую на сегодняшний день мы все видим, когда наблюдаем, что в коммерческих аптеках под БАДами продают спиртосодержащие продукции, это, по сути дела, тихая такая алкоголизация нашего населения, если уже говорить откровенно. И здесь нужны конкретные запретительные меры, ограничительные меры, и, как показывает практика, эти ограничительные меры дают свой эффект, например, возьмем там закон о табакокурении, да, с июня месяца мы вступаем в последнюю фазу этого закона, и уже первые результаты есть. В частности, вот даже по нашему примеру, на нашем, у нас в лечебном учреждении запрещено курить как непосредственно в сонаре, так и на территории. И вот мы проводим социологический опрос среди наших пациентов при выписке, ежемесячно регистрируем, что 6-7% наших пациентов, которые курили до операции, они бросают курить. То есть, эти ограничительные меры, они влияют в какой-то степени на население. И то же самое, помните, вот какая была большая проблема пивной алкоголизации нашего подрастающего поколения. Вели ограничительные меры по рекламе на пиво, да, по продаже, и сейчас ситуация меняется. И я думаю, что и здесь будет ситуация меняться, и в обязательном порядке нужно вводить ограничительные меры. И более того, в Российской Федерации, на мой взгляд, наиболее лояльны законодательства в отношении спиртосодержащей продукции. В остальных странах эти требования еще жестче, еще больше. И это абсолютно оправданно. И вот одним из первых шагов депутатов Госсовета 5-го созыва еще в 2012 году мы подписали обращение в адрес представителя правительства нашего Дмитрия Анатольевича Медведева для того, чтобы на законодательном уровне на уровне Российской Федерации отрегулировать этот вопрос. Два года прошло. Согласен. Да, но вместе с тем за эти два года еще раз говорю, что проделаем большой этап нашей Государственной Думы по запрете рекламы пива, по табакокурению. Я думаю, что настанет время, и безусловно, это должно наступить, что нужно запрещать так называемые фамфурики в продаже или какое-то временное ограничение должно быть для начала, или же это должно быть тотальный запрет вне профилях. Времена в Чебоксарске насколько есть с 10 до 10 только. Не более, по-моему, одной или двух штук в роте. Ну, хотя бы с этого начать, посмотреть, как... Понятно, что сейчас выгоднее покупать эти фамфурики. Почему? Потому что лицензируемый алкоголь, он стоит там, да, бутылка у нас не менее, там, сколько-то, 180-160 рублей, да, а флакон 100-миллилитровой так называемой вот спиртосодержащей продукции там 18-20 рублей. И, безусловно, очередь выстраивается, мы все прекрасно видим, когда идем на работу, уже около аптек там толкается, да. Но мы должны понимать, что у нас растет молодое поколение, думать в первую очередь о подрастающем поколении, о наших школьниках, о наших студентов. Вот за кого мы должны в первую очередь держаться. И вот эти ограничительные меры, которые, я надеюсь, будут приняты все-таки на уровне Российской Федерации, они дадут свой результат, безусловно. Законодательные базы, позволяющие вести войну с фанфориками, в России пока нет. И, судя по всему, скоро не появится. То ли слишком сильное лобби у производителей этих веществ, то ли аптекари не хотят терять прибыль. Хотя многие клянутся и божатся, что доход от продажи спиртовых настоек мизерный. Тем более непонятно, что заставляет их причинять заведомый вред людям. Пока же на федеральном уровне этот вопрос не решен, регионы вынуждены бороться с напастью доступными средствами. В Чувашии решили подписать соглашение, по которому аптеки обязуются добровольно отказаться от реализации спиртосодержащих настоек фасовкой более 50 мл. Всем известно, что в большинстве случаев именно они используются отнюдь не в медицинских целях. Со стороны общественности выступил Республиканский женсовет. Фармацевтов представляли четыре сети. Фармацея и общество с ограниченной ответственностью. Рута, Сальва и Виктори. Кстати, по словам руководителей, там давно уже отказали от продажи фанфуриков, но соглашение они все-таки подписали. Приглашение направляли в 14 сетей. Представители 10 прийти не смогли по разным причинам, но возможность присоединиться к соглашению категорически не отрицают. Так что остается надеяться, что здравый смысл все-таки возобладает, и аптек участниц соглашения будет больше. Ольга Юрьевна, в Чувашской Республике сделали первый шаг, подписали трехстороннее соглашение с аптечными сетями. о нераспространении спиртосодержащей продукции, об ограничении, да? Это острейшая проблема, как уже коллеги сказали, нашего времени, нашего общества, и без общественности, конечно, мы порядок не наведем здесь. И я, как председатель женского движения, пациентского еще движения, то есть я знаю и сталкиваюсь с обращениями наших матерей, жен, вот какую угрозу несет злоупотребление алкоголем вообще, и в том числе, как коллеги сказали, и влияние на детей, ну, в принципе, ведет к деградации общества. А так как мы патриоты, мы, а женщины нашей республики вообще очень активные женщины, одни из активнейших женщин в России, мы, конечно, при поддержке Министерства здравоохранения, наших коллег, депутатов, мы приняли вот такое решение, как, ну, первый шаг – это подписание меморандума. Это, в общем-то, крик души. Мы одновременно, прежде чем говорить о вот меморандуме, подписании меморандума, я, конечно, хотела бы сказать о том, что мы выиграли грант по поручению президента Российской Федерации, это грант Лиги здоровья наций, мы за трезвые семейные традиции, он называется, и мы, в общем-то, вместе с нашим наркологическим диспансером, женсоветом, наркологическим диспансером при поддержке Минздрава, этот грант, в общем-то, успешно реализовываем в шести районах нашей республики. Отбираются определенные семьи, вот такого, скажем, плана, как злоупотребляющие спиртными напитками, и в течение полугода ведется вот такая динамичная работа, Ирина Евгеньевна, как руководитель этого проекта, может, конечно, подробнее об этом рассказать. Мы привлекаем внимание всей общественности, в каждом районе мы проводим форумы. Форумы называются «Мы за трезвой семейной традицией». Мы предлагаем альтернативу этому, то есть трудиться, заниматься спортом, заниматься каким-то искусством. Да, обязательно. Мы обязательно чем-то должны заниматься. Даже трезвые столы, это вот и есть наша традиция нашего чувашского народа, и, в общем-то, раньше это всегда так и было. И вот в этом большом разделе подписание с аптечными сетями меморандума о непродаже, нераспространении вот этих ограничений торговли вот этими фанфуриками, в общем-то, это тоже набирает обороты. Некоторые, конечно, частные аптеки, они не все активно идут нам навстречу, но, тем не менее, одним из первых подписали, и, в общем-то, как сказала уже Любовь Селна, они очень ограниченно продают, это зависит от тех людей, кто стоит у первого стола, да, это тоже матери, жены, это члены нашего общества, и не должно быть целью все-таки извлечения прибыли и наживания на здоровье наших людей, наших детей, мы же живем здесь и сейчас, вот в этом обществе, другой жизни у нас не будет, мы должны друг друга поддерживать сейчас, наши дети, наши внуки будут общаться вот вместе, общаются вместе с внуками и детьми тех людей, которые злоупотребляют, и, в общем-то, ну, нужно кричать, сопрещать, и я должна сказать, что, в общем-то, неравнодушных очень много, их гораздо больше, и я думаю, что мы все вместе обязательно в ближайшее время порядок наведем, я могу сказать, что у нас эта работа проводится через женсоветы, все отделения в городах и районах взяли, значит, меморандумы по количеству предприятий аптечных у себя на территории, и в Чебоксарском районе подписано, в Яльчикском районе три аптеки подписаны, в Маргаушах три аптеки, ну, вот мне дают информацию, что аптеки, да, у них, если аптека подписывают, то те точки, которые они имеют на территории, то есть они, соответственно, тоже, вот, в Шумерле семь аптек подписали, в Валикова три аптеки, в том числе ветеринарной отдали аптеке, она тоже стремится к тому, чтобы подписать, вот, четыре, которые непосредственно вот за круглым столом подписали, я думаю, что в ближайшее время в нашей уникальной республике, глядя друг на друга, подпишут эти соглашения, меморандумы все аптечные предприятия. Ну, есть такие, такое мнение, может быть, такие обвинения в адрес аптечных сетей, работающих в республике, что они не все республиканские, есть из других регионов, им как бы вот все равно на наше население, на наши, на жителей Чувашской республики, но пьют и пьют, главное, там, мы-то прибыль получаем, то есть они зарегистрированы в других регионах, прибыль-то платят даже в другие регионы налоги, то есть вот с этими, с приезжими сетями тоже получается как-то надо работать? Как правило, хозяева их живут в других территориях, да, а сотрудники этих учреждений, они же находятся, живут здесь. Но они выполняют приказы, они члены общества. Важно, важно, чтобы поднимать эти вопросы. Почему? Потому что, если мы не будем поднимать, это будет продолжаться, да, а если эти вопросы будут подниматься и обсуждаться, то и будет воздействие на администрацию. Она же дает лицензии, разрешение на размещение той или иной аптечной сети, да, и, безусловно, если репутация у той или иной аптеки будет не очень положительная, то, конечно же, когда есть отклик, да, среди людей, когда эта тема на слуху у всех и еще администрация подумает, выдавать ли лицензию на размещение такой аптеки на территории нашей республики. Ну, здесь встает вопрос о коррупции. Можно же сделать так, чтобы тебе дали разрешение, а там уж. Наверное, все можно, но мы же и собираемся, обсуждаем эти вещи, чтобы этого не было. Понятно, что завтра, может быть, это не произойдет, но еще раз говорю, если мы будем замалчивать и ничего не говорить, то ничего не изменится. А если будем делать конкретные шаги, поступательные, вот сегодня подписали меморандум, да, все будут знать, что в этой аптеке не придают фамфурики. Далее, значит, люди, проживающие компактно, допустим, в каком-то районе, они прекрасно будут понимать, что вот эта аптека именно этим и занимается. Неужели не будет воздействия на администрацию? Неужели при встречах там глава администрации, депутаты местные, не будут обращать на это внимание? Конечно, будут обращать внимание. И только вот таким образом мы сможем переломить нашу ситуацию. Сила общественности очень велика, я должна сказать. Потом, первый, кто самый неравнодушный и кто, в общем-то, дает просьбы, высказывает просьбы с болью, это глава нашей республики и, в частности, к нам, женская общественность. Помогите. Давайте вот вместе сделаем нашу республику вот... Более здоровой. Да. Это так. Более, наверное, нельзя, здоровой надо быть. И, как правило, одна проблема тянет за собой другую проблему. То есть, вот я, опять же, обращаюсь к своей сети. Наша сеть, государственная сеть, выполняет, в первую очередь, социальную функцию. А у нас, к сожалению, сегодня большинство аптек превращено в торговые точки. То есть, они потеряли свое лицо, как аптека. И забыли свое основное предназначение. Это сохранение здоровья населения. Вот. Другая проблема, то, что у нас сегодня не регулируется размещение аптечных точек на территории Российской Федерации. И сегодня часто так бывает, что получают лицензию сразу по пять, по восемь точек в одном месте. И, соответственно, возникает сразу борьба за выживание. Здесь применяются любые методы для того, чтобы выжить, получить прибыль. Соответственно, и выбираются определенные товары для реализации. Самый ходовой товар. Ну да. То есть, как правило, одна проблема. Иногда удивляешься. В Чебоксарах сплошный салон красоты и аптеки. Люди хотят быть красивыми и здоровыми, наверное. Да, но могу сказать положительный момент. 28 апреля в Москве состоялся второй съезд фармацевтических работников. И была принята резолюция о том, чтобы вышел нормативный документ с Минздрава Российской Федерации по регулированию размещения аптечных точек в зависимости или объема населения, или по площадям. Мы ждем этот приказ как из печки пирога. Мы думаем, что этот приказ все-таки наведет определенный порядок по размещению и по отпуску лекарственных препаратов. Еще такой вопрос. А фанфорики продаются 250 миллилитров, я так понимаю? 25? 25. 25-50-100. А если сделать совсем чуть-чуть, поменьше, им невыгодно будет не натрольствовать? Дело в том, что настойки, они ведь объем рассчитывается именно для того, чтобы был закончен лечебный процесс, то есть для того, чтобы больной мог действительно пролечиться. Наши старушки не могут себя представить без кроволола, влокардин, это тоже спиртовые растворы, или та же настойка пустырника, настойка бояршника для сердечников. Но есть настойки, которые, как уже здесь было сказано, выпускаются не как лекарственные средства, а как БАДы. И реализуются не через аптечные учреждения, а через почту, через газетные киоски, на рынке, в магазинах рубль, в хозяйственных магазинах, в прикасовой зоне, то есть на выбор любые настойки. И, как правило, они не как лекарственные средства, а идут как БАДы. И было сказано о том, что через аптеки должны реализовываться качественные товары. Естественно, через наши аптеки мы продаем только те настойки, которые имеют сертификат соответствия или декларацию соответствия. То есть это качественный товар. А вот что реализуется за пределами аптеки, о качестве, возникает большой вопрос. То есть вопрос социально ответственного бизнеса, он опять же на первом месте. На первом месте. Хорошо. Для того, чтобы надо работать с бизнесменами, чтобы они каким-то образом отвечали за свой бизнес, может быть думали о тех людях, с кем они работают. Что общественность может сделать? Что еще можно сделать, кроме запретить, еще что-то ограничить каким-то образом? Что можно предпринять для того, чтобы люди повернулись не только потому, что им запрещают, а потому, что им этого не хочется? На самом деле, много, мне кажется, делается на сегодняшний день в республике. Мы развиваем сеть спортивных сооружений, и сейчас у нас есть и физкультурно-оздоровительные комплексы в каждом районе. Вот активно обсуждаются всевозможные планы благоустройства того или иного территории, и везде уже население просит, и иногда даже уже требует создание велодорожек. Мы видим, что там вдоль нашей дороги по московской трассе постоянно курировать молодежь на велосипедах. Это нормально. Вот такой процесс нужно поддерживать. То есть вы правильно абсолютно сказали, чтобы это было не модно, чтобы не было потребностей, чтобы даже мыслей не возникало. И в первую очередь, мне кажется, нужно обратить внимание именно на наше молодое трудоспособное население, у тех, у кого высокий потенциал, те, кто хочет жить долго, счастливо, и те, кто в перспективе будет воспитывать следующее поколение. У нас еще в республике раз в месяц проходят Дни здоровья, да? Когда можно посетить спортивное сооружение абсолютно бесплатно. Бассейн, Это тоже одно из новшеств, и, мне кажется, в ближайшей перспективе это все будет отразиться. Понимаете, вот показатели здоровья населения, они очень такие длительные. Невозможно получить продолжительность жизни завтра, там, до 80 лет. Мы увидим эти результаты через 2-3 года, но только тогда, когда что-то будем делать конкретно, предпринимать конкретные результаты. В 2014 году увеличилась продолжительность жизни. Да, продолжительность жизни увеличилась. Но вот правильно говорит, Николай Станиславович, что продолжительность жизни мы сейчас должны в первую очередь заботиться о своем будущем поколении. То есть мы, конечно же, может быть, на полгода, на год, там, своими усилиями по, там, не продажей фанфуриков, увеличим собственную продолжительность жизни, да, но может быть, на большее. Но мы должны заботиться все-таки о сохранении нации, ее не деградации, а наоборот, о развитии этой нации. И поэтому мы должны кричать об этой проблеме и действительно привлекать молодое население и формировать активную жизненную позицию уже, моду на здоровый образ жизни. И вот сейчас даже к нам обращаются и такие активные волонтерские движения, молодежные, которые говорят, вот если вы нам дадите там какие-то наклейки, которые мы сможем разместить на тех аптечных организациях, которые продают эти фанфурики, мы даже вот расклеим эти наклейки, что вот здесь торгуют там, ну, смертью, вот у нас есть наклейки, это по наркотикам, правда, по фанфурикам тем же самым. Можно тоже придумать какие-нибудь такие яркие, отпугивающие наклейки, которые вот будут уже формировать отвращение у населения к этой аптечной сети. И вот таким образом мы и на бизнес свое влияние окажем, не социально ориентированной. Вот. В то же время мы сделали и позитивные наклейки, которые можно уже и раздаем мы при подписании меморандума аптечным сетям, которые вот отказываются от продажи так называемых фанфуриков или ограничивают их продажу. Не совсем об отказе здесь идет речь, а об ограничении продажи для немедицинского потребления этих спиртсодержащих лекарственных препаратов. И мы раздаем такие наклеечки, которые свидетельствуют, и аптека уже клеит их на свои входные, что здесь мы не торгуем фанфуриками. Это все замечательно. Ограничим. А те люди, которые, ну, зависят, что с ними это делать? Вот как я еще добавлю немножечко о Николае Станиславовиче. Сегодня в России реализуется целый комплекс мероприятий на основе концепции алкогольной политики направлен на снижение потребления алкоголя нашим населением. И вот эти меры предусматривают ступенчатое, этапное введение различных мер правового, медицинского, социального характера, направленных для того, чтобы создать условия первые на снижении спроса и снижении предложения потребления алкоголя. И мы сегодня видим, как эта система мер постепенно реализуется. То есть если раньше у нас с вами в отношении людей, которые были за рулем пьяные, были не настолько жесткие меры, сегодня они ужесточаются. И уже, извините, работодателей, которые не проводят предсменные и послесмертные смертные осмотры уже будет не совсем хорошо, потому что проблемы возникают. Второй момент очень важный. Это понятно, что и повышение цен на алкогольную продукцию. И следующие меры, следующие меры, это создание сети помощи лицам, которые зависимы от алкоголя. У нас сегодня в республике создана вся сеть. Это и оказание неотложной помощи, это оказание и непосредственно медикаментозного лечения, и реабилитационный этап. И здесь сегодня самое главное преодолеть вот эту общественную аназогнозию. Как ты пошел к наркологу, ты что, больной что ли? Вот. И формируется общество анонимных алкоголиков. И есть группы помощи несозависимым родственникам. И вот здесь как раз Ольга Юрьевна говорила в отношении проекта, который реализуется на территории Чувашской республики, мы уже видим крупицу позитивного опыта, когда вместе с нами с женсоветом республиканского наркологического диспансера выезжают мамы, жены, лиц, которые пролечились и находятся в ремиссии, и сами пациенты своим примером показывают, ребята, трезвая жизнь это прекрасная, поэтому вот сегодня здесь имеется все. Самое главное преодолеть вот что-то в наркологию пошел. И в наркологию они должны идти не тогда, когда они убивают, режут и все прочее, прочее, а тогда, когда он не пьет. То есть вот он остановился... Может вам название поменять тогда? Более не такое пугающее. Ну, куда деваться. То есть 85-й год сделал свое дело, вот, и поэтому сегодня создана системная психологическая служба. Сегодня врачи общей практики обучены технологии первичного наркологического консультирования. Мы даже в рамках повышения квалификации на базе нашего института проводим видеоселекторы. Вот вчера с АллатРием мы работали, обучали их вопросам наркологического консультирования. То есть сегодня у нас есть инструмент, у нас сегодня есть возможности, сегодня есть ресурсы для того, чтобы помочь человеку, у которого есть проблема с зависимостью. А вот лица, у которых нет зависимости, относятся к просто пьющим, здесь нужны очень жесткие меры. Первое, это юридического плана, потому что, извините, есть права человека, и мы не должны, чтобы наши права нарушали те люди, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, потому что это страшно. И позиция гражданская здесь должна быть очень жесткая. И, наверное, все-таки, как бы мы ни говорили, нужно использовать опыт Запада. Мы видим, что лица, которые в состоянии алкогольного опьянения чего-то там накуролесили, они подвергаются общественному порицанию. Второе, и их направляют на те же самые трудовые работы, независимо от их статуса. Потому что здесь вопрос не лечения стоит, а именно стоит вопрос о том, что презрение и нахождение в пьяном состоянии это нарушение прав человека, прав ребенка, прав трезвых людей. Знаешь, недавно прочитала такую информацию, что в одном из германских городов, не помню сейчас название, с теми людьми, которые пьют, алкоголики, бомжи, с ними проводят такую работу. Их нанимают на общественные работы в течение двух-четырех часов они в день убирают, подметают, им за это дают денежку, по-моему, полтора евро в час из такого расчета и две бутылки пива. То есть их сразу лечат и заставляют работать. Вы знаете, наверное, не так немножечко это восприняли. Какая-то боготворительная организация. Может быть, какая-то боготворительная организация. Я вам приведу опыт Франции, потому что там в рамках тоже проекта удалось побывать и смотреть, как там это идет. То есть если человек в состоянии алкогольного опьянения оказался в общественном месте, то есть без всяких на то проволочек, судом, он приговаривается к общественным работам раз, и во-вторых, приговаривается к прохождению, к участию в профилактической программе, это не лечение, а профилактическая программа, которую он должен пройти либо в группе анонимных алкоголиков, либо родственников. И если он нарушает вот эту программу, тогда могут его отправить в места не столь отдаленные. Столь отдаленные. Плюс еще штрафные санкции. То есть вот эта мера юридического и общественного контроля, она направлена для того, чтобы действительно сегодня вот эти вот пьяные, как Ваньки встаньки, не болтались. Они не все больные, но их поведение непредсказуемо, и это приводит к тому, что возникают те, чрезвычайные ситуации, которые потом идут в прессу. Я вот всегда привожу... Общество готово к этому? Мне кажется, что все-таки общество уже начало созревать, потому что та степень проблем, которая возникает от просто пьяного папы или просто пьяной мамы, они катастрофические. Вот в качестве иллюстрации, чтобы не быть голоснованной, я хочу привести пример, потому что это было последнее мое дежурство на скорой помощи в бытность своей молодости. Новый год, веселый праздник. Культурно отдыхают за красивым столом. Культурная семья, как все, как люди. Это очень часто. Белый скатерть, салат оливье, и, соответственно, папа с мамой, с гостями выпивали. Не достояние там ступора, а просто, как все, ребенок в это время играл у них в ванной. К выезду скорой помощи в 4 утра ребенок был уже полностью умерший, и разложение кожных покровов в связи с тем, что он пролежал до 4 утра в воде. То есть трагедия непостижимая, утрата страшная. После этого пьяные родители не знали, что делать, быстро протрезвели, но уже то, что сделано, не вернешь. Поэтому, вот когда с правовой точки зрения участковый, полномоченный приходит на место трагедии, это же потом страшно пожинать последствий, что-то сотворил в состоянии опьянения. Зачем ты это сделал? Это придется расплачиваться годы, десятилетия, и так умрешь с этой болью. Это страшная трагедия. Особенно страшен женский алкоголизм. И вот мы отмечаем, что все чаще у новорожденных детей отмечаются признаки алкогольного синдрома плода. Это, в общем-то, ужасно, и женская общественность кричит. Поэтому мы придумали и обращение ко всему неравнодушному сообществу, ко всем гражданам, и предпринимателям, и главам, и к министрам, и просто-просто ко всем. И мы его везде публично принимаем. Но в то же время я хочу и примеры привести неравнодушных, ответственных предпринимателей. В частности, вот сейчас на ум пришло это предприниматели Грачевы из Янтикова, которые, в общем-то, отрезляют своих там деревни пьющие, но они все делают для того, чтобы вот берут этих людей на работу, все делают для того, чтобы они не пили, дают им зарплату, за ними следят. И, в общем-то, там чистые фермы, в общем-то, прекрасное хозяйство. И таких все больше и больше у нас в республике становится. А может быть, еще и вернуться к опыту прошлых лет, когда, помните, в старые добрые времена вывешивались в общественных местах фотографии дебоширов, неядцев, алкоголиков на общественное порицание. И, может быть, даже где-то около того места, В интернете было, сейчас он более посещаем. Ну, не все могут у нас еще, к сожалению, пользоваться интернетом, но я думаю, что это был неплохой опыт. В деревне особенно. Стыдно, да? Стыдно. Стыдно, да. Я здесь, наверное, возражу, здесь все-таки будет нарушение частной жизни, неприкосновенности, опять же, и люди вправе ощущаются на каком основном. А здесь нарушение моих прав. Почему они мне мешают жить спокойно? Почему, когда я вечером в теплую погоду открываю окно, под окнами ходит сосед, который где-то наклюкался, и ходит и орет, и я сейчас всех убью. А это нарушение моих прав. Согласен. На тишину, на спокойствие жизни. Давайте. Вместе с тем вы берете телефон, набираете 0-2, наряд тут же приедет. Так уже неоднократно. Набирайте. Второй, третий раз приедут, надо додеваться. Ну, действительно, наверное, настал тот момент, когда нужно не просто говорить, не просто замечать, нужно делать замечания в аптеках, чтобы фармацевты не продавали. Нужно как-то действительно сообщать, наверное, органам внутренних дел, нашим участковым, чтобы как-то реагировали. Об этом нужно кричать. Эта проблема не должна остаться без внимания. Спасибо большое, что были это время с нами. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова